В Ростовской области возбудили уголовное дело против коллектора, который угрожал взорвать детский сад, если супруг одной из его сотрудниц не вернет долг. Все случилось в городе Сальске, речь шла о сумме в 120 тысяч рублей. И в случае их невозврата представитель агентства пообещал привести в действие взрывное устройство. Заведующая детским садиком сразу же позвонила в полицию. По вызову незамедлительно выехала оперативная группа, взрывотехники и кинологи с собаками. Также скорая помощь из здания вывели более 150 малышей и два десятка взрослых. Проверили все помещения и прилегающие территории. Взрывное устройство обнаружено не было. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции совместно с представителями УФСБ был задержан гражданин по месту его работы в одном из коллекторских агентств города Ростова-на-Дону, который подозревается в совершении данного телефонного звонка. Коллектора задержали по горячим следам. Оказался 26-летний житель Азова. Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Это не первый случай, когда фигурантами уголовных дел становятся сотрудники коллекторских агентств, которые для достижения целей пренебрегают любыми нормами и законами. Нередко угрозы или оскорбления в адрес должников пишут на стенах подъездов. Грозят порче имущества. В Челябинске однажды коллекторы поставили на автодозвон телефон больницы, одна из санитарок которой задолжала банку. В итоге работа целого отделения была парализована. Потом выяснилось, что требовали вернуть уже погашенный долг. О том, что случаи, когда коллекторы поступают незаконно, участились. Недавно заговорили в Генеральной прокуратуре. Одна из причин – отсутствие закона, который бы регулировал действия коллекторских агентств.